Привет всем стрельцам! Это расклад для вас на ближайший месяц-полтора. Посмотрим на расклад, расклад на такой колоде прекрасной. В центре событий у вас будет находиться вопрос, какой-то вопрос или решение, связанное с женщиной. Это может быть женщина из прошлого, это может быть ваша дочка, родитель, любой человек, с которым вы имеете дело, начальница. Этот человек может быть также и вы сами, но вы сами знаете это, потому что расклад общий, правда. Королева мечей – это женщина, которая холодная снаружи, но не просто так холодная. То есть у неё есть причины для того, чтобы быть холодной, поэтому её иногда называют бывшей. Но это холодная женщина, которая может быть сейчас одинока, у которой никого нет в жизни, с которым она могла открыть свою душу, и кто бы мог растопить её сердце. Но вместе с тем она очень устремлённая, она стоит на том, чтобы добиться своей цели, любой ценой иногда. Выглядит снаружи эта женщина очень сильной и уверенной в себе. У неё может быть также определённая элегантность, потому что она держит себя, держит себя строго, прямо, держит себя в порядке всегда. У неё мысли тоже в порядке, всё разложено по полочкам, иногда даже через чур. То есть она иногда очень держится за свои мысли, за свою память, потому что память – это же тоже наши мысли чаще всего. Возвращается туда часто, думает обо всём часто, но при этом, даже если её где-то сердце затронуто, она оставляет холодный фасад. То есть она предпочитает переносить боль или потерю в одиночестве. Это не человек, который будет делиться своими трудностями, чаще нет. Если она в перевёрнутом виде была бы, то у неё бы был такой злой язычок, она бы была такая очень подковыристая женщина, и, возможно, ей нельзя было доверять. Но вот тут разные ситуации могут быть в зависимости от окружающих карт, можно ли доверять этой женщине. Перекрывает эту карту или пересекает эту карту старший аркан колесо фортуны. Колесо фортуны – это обычно как монета 50 на 50. Некоторые считают, что это удача на вашем пути, но это не всегда так, потому что колесо круглое, оно поворачивается. То, что было вверху, становится внизу, то, что было внизу, становится наверху. Иногда можно упасть очень сильно и удариться с высокой позиции. Иногда можно из грязи в князи. Такая ситуация тоже бывает. Но главное здесь, что это серьёзное событие. Это серьёзный вопрос. Это поворотное событие или поворотный вопрос. Для некоторых из вас в этом сочетании это может быть какое-то судебное дело или значительные документы, или значительный договор. Это может быть обсуждение и контракт, или бизнес, или по работе, или что-то. То есть очень такой поворотный момент. Но здесь присутствует также и шанс. Конечно, 50 на 50 – это не так много, но обычно мы смотрим расклады, когда у нас не совсем всё хорошо. И мы надеемся на лучшее. Так вот, поэтому здесь шанс увеличивается, что у большинства людей, кто смотрит, дела пойдут к лучшему. Вы сделаете какое-то, примете какое-то очень серьёзное решение. Некоторые из вас, может быть, даже неожиданно хорошее решение или примут, или оно к вам придёт при помощи, может быть, какого-то профессионального человека. Потому что королева мечей, она всё-таки профессионал своего дела. Если у вас есть какая-то загвоздка в чём-то, вам, наверное, стоит обратиться к профессионалу. Если вы сами профессионал, а вы считаете, что вам никто не нужен, тогда здесь говорится о том, что держите голову в холоде. То есть не поддавайтесь на чувства. Даже если что-то неожиданное, большое и кажется приятное падает вам в ваши руки, в ваши ладони, вы должны критически относиться к этому. Карта говорит так. Здесь, может быть, для того, чтобы вот этот успех, который возможен на вашем пути удержать, вы должны будете очень кропотливо над этим работать. Серьёзно подходить к этому и не пускать на самотёк, всё держать в руках вот таким образом, как эта королева держит свой меч. Очень крепко она держит. То есть не говорить лишнего, не писать лишнего и не слушать лишнего. То есть это вы сами, если это вы от вас зависит, значит, вы сами держите свои мысли в кулачке. То есть держите себя в руках и не расклеивайтесь, даже если это какие-то неприятные моменты. Что у нас в подсознании? В подсознании у нас восьмёрка жезлов. В этой колоде интересная восьмёрка жезлов, потому что они никуда не летят, они уже как бы прилетели. Ну, похоже так, что результат будет достигнут. Или силы равны, что ли, вот такого типа, что то, что вы планировали, вы получите предложение, может быть, даже получите сообщение. Люди протягивают руки, а мужчины протягивают руки женщинам. Возможно, здесь и также взаимодействие между мужчиной и женщиной. Возможно, здесь интимные отношения. Возможно, что-то строится, основываясь на интимных отношениях. Но здесь очень быстрый прогресс. В вашем подсознании что-то такое созревает, что готово выплеснуться наружу и произвести, может быть, какой-то окончательный последний удар. То есть у вас есть огромное желание что-то сделать в своём направлении, куда вы двигаетесь. Или это завоевание человека, или завоевание новых высот на работе, или где-то ещё. То есть у вас есть энергия, самое главное, для того, чтобы запустить свои мысли и идеи, запустить их, выпустить из своего лука и пустить их, чтобы они летели и уже делали свои дела. Если это отношения, то вам хотелось бы, потому что это внутри вас, это ваше подсознание и то, что внутри вы держите. Вам хотелось бы очень быстрого разрешения какой-то проблемы или вопроса, какой-то коммуникации очень быстрой. Вам бы хотелось очень быстро думать и принимать решения. Некоторые из вас, может быть, для этого должны будут куда-то полететь и использовать воздух для передвижения. В общем, эта карта довольно успешная. В сочетании с королевой мечей, я думаю, что когда вы можете управлять не только одна цель у вас есть, может быть, у вас есть несколько целей, и они, может быть, все в одном направлении идут. То есть какая-то стрела, какая-то палочка приземлится в цель и даст вам результат. То есть у вас есть такое внутреннее чувство, что прогресс вы достигнете в скором времени. То есть у вас есть здесь предчувствие быстрого разрешения чего-то. В ближайшем прошлом нам выпадает Верховная Жрица. Неудивительно, что вы в ожидании чего-то, в предчувствии чего-то. Потому что Верховная Жрица — это наше сознание, я бы сказала, разум. То, что нельзя потрогать, память, все, что нельзя потрогать, она стоит там, эта Верховная Жрица. Она что-то может защищать, что-то показывать, приоткрывать завесу на что-то или, наоборот, закрывать. Иногда говорят, что она может быть даже подсознание наше. У Верховной Жрицы, ну, может быть, и у вас в прошлом, если это отражает вашу ситуацию, есть много духовных знаний. У неё есть способность видеть, слышать, чувствовать то, что другие люди не могут сделать. Способность открывать, приоткрывать завесу, как я сказала раньше. Она, возможно, очень воодушевлённая женщина. Ну, или вы в прошлом, или мужчина. Это ваша женская сторона всё-таки. Это та женская сила, которая двигает мужскую силу. То есть это ваша женская любовь, может быть. Это поиск какой-то себя, духовная свобода или понимание чего-то. Также это спокойствие. Верховная Жрица иногда может быть феминисткой, да, потому что это, опять-таки, холодная энергия, женская, но холодная, так же, как и королева мечей. Она довольно холодна. Она держится на расстоянии, если это персона. Если это качество вашего характера или качество вашей ситуации, то они говорят, что какой-то есть секрет, какая-то есть мистика у вас в прошлом. Она тянется. Она всё ещё продолжает быть здесь и сейчас. Ожидает, может быть, какого-то открытия, но всё ещё закрыто и показано для всех. Все это не видят. Возможно, это видите только вы или знаете только вы. В то время как маг, он действует активно, да, Верховная Жрица просто тихо знает, тихо слушает, а впитывает в себя знания. У неё обычно на коленях книга бывает, в которой всё записано, то есть ничего не упущено, всё под контролем. Иногда её также можно ассоциировать с Акашик Рекордс. Ну, если вы знаете Акашик Рекорды, библиотека, где всё-всё записано. Так вот это она, эта Верховная Жрица может представлять. Она потихонечку начинает вам открывать завесу к какой-то тайне, к какому-то секрету. Она также говорит, что вы много, может быть, принимали внутрь себя, обрабатывали, и где-то там на заднем плане, даже независимо от вас, это всё зреет. Также, если сказать, что в каком-то, может быть, не очень позитивном смысле, может быть, что у вас какие-то были или всё ещё остаются подозрения. Вот что-то вы подозреваете, что-то вы предчувствуете, не можете доказать, не можете показать. Просто где-то вы это чувствуете внутри себя. Иногда она говорит о том, что кто-то из вас, может быть, обращался к магии и, возможно, слишком через чур, может быть, её использовал, может быть, где-то даже во вред своей ситуации. Такое тоже может быть, но у уникального меньшинства, конечно. Вот. Что у вас в голове, в сознании сейчас, основываясь на всём, что мы узнали, что важно держать в голове, и что вы будете или планируете делать со всем этим. А в сознании, мои хорошие, или в ваших целях, к чему вы стремитесь, снаружи четвёрка жезлов. Четвёрка жезлов — это довольно-таки такая стабильная, серьёзная карта. Карта иногда даже праздника. Возможно, вы готовитесь к чему-то, к какому-то событию в вашей жизни важному, не обязательно свадьбе, но где есть гости также, возможно. Возможно, вы укрепляете какую-то связь, прочно связываете узы с кем-то, да. Может быть, в бизнесе, может быть, в отношениях. Вы стремитесь к счастливым отношениям, ну, как и любой другой человек, к счастью и хорошим временам, да. Хотя бы даже на короткое время, потому что всё-таки празднования, они заканчиваются, начинается реальная, каждодневная жизнь. Но вот здесь явно вы стремитесь что-то, может быть, даже выставить на социальный показ, какую-то стабильность свою. Для вас это важно. Социальная позиция для вас будет важна в этом промежутке времени. Скорее всего, вы предполагаете, что будет какое-то специальное событие или партии. Вы планируете, вы знаете это, и у вас есть большие расчёты на это. То есть вы рассчитываете на это. Но в самом деле у кого-то может быть это заключение союза, контракта, свадьба. То есть вы планируете связать свои узы и закрепите с чем-то или с кем-то и считаете, что вам это принесёт счастье. Настораживает немножко наличие верховной жрицы или тайны в прошлом. Женщина какой-то может быть на каком-то заднем плане. Настораживает. Что же будет в ближайшее время? Ох ты! Боже мой! И нам выпадает старший аркан Луна. Опять-таки повторюсь, что Луна это когда темно, когда не всё видно. Солнце это когда ясность всё видно, ясно и понятно. Луна это предчувствие. Они очень хорошо сочетаются друг с другом. Верховная жрица и Луна потому что это даёт какое-то протяжение, продолжительность этому процессу, который идёт на заднем плане. Может быть, кто-то из вас очень сильно растёт в духовном плане, в магическом, в необычном, в эзотерическом. Здесь большой-большой рост на заднем плане ваш собственный. Но вы ещё не знаете, вы не уверены, вы, возможно, испытываете переходный период. Знаете, когда подростки, у них период роста бывает, подростковый, то есть у вас где-то такой же период, когда у вас очень много сомнений. Я думаю, что у нас там было колесо фортуны, оно вам откроет какую-то ясность, оно вам откроет, повернёт какой-то ключ в вашей жизни. Вы что-то новое обнаружите или узнаете. Скорее всего, неожиданно для вас это будет открытие. Я надеюсь, что это будет счастливый и лучший поворот в вашей жизни. Здесь может такое быть. Единственное, здесь я бы дала предупреждение поменьше разговаривать, побольше держать при себе какие-то вещи. Может быть, вам это трудно даже. А вам, может быть, хотелось поделиться с кем-то. Поэтому здесь в центре стоит у нас же была там женщина холодная, королева мечей. То есть она стоит в центре. А вам хотелось бы, посмотрите, в позиции вас у нас здесь выпадает король жезлов. То есть вы стрельцы и вам хотелось бы огня, движения, движухи-то, то есть действовать, что-то делать. Вы готовы, вот у вас палец уже на готове, вы можете ее зажечь. И здесь правда много жезлов. Возможно, в самом деле кто-то из вас именно решил, сделал решение, может быть, кто-то из вас предложение даже будет делать. Хорошее время, я бы сказала, для этого, неплохое. Горячее сердце, да, король жезлов с холодной головой, королева мечей. нормальное сочетание для того, чтобы как-то устроить свою жизнь, как-то сделать ее стабильнее. Голова у вас довольно-таки ясная, мысли довольно-таки четкие. Вы знаете, что вам делать. Король жезлов говорит, что вы хороший лидер, вы стабильный, вы авторитетный человек. то есть все как бы складывается в лучшую сторону здесь. Но, возможно, вас сбросило немножко с этого колеса фортуны тот факт, что холодная королева мечей в вашей жизни присутствует. Это или часть вас, рассудительная и расчетливая часть, может быть, вас. Или, возможно, вам такой партнер попался, рассудительный и расчетливый. Но это здесь только на пользу. С наличием тайны и секретов это может вам помочь, рассудительность и холодное отношение к делам. То есть король жезлов, конечно, должен, прежде чем что-то сделать, посидеть, отдохнуть, посмотреть. Окружающая среда как вас встречает? Ну, вот она встречает вас с настороженностью. То есть, возможно, ваши идеи, ваши предложения, ваши начинания будут приняты другими людьми с осторожностью. Четверка Пентаклей это даже ревность, да, может быть, ревностно, кто-то, может быть, проявит и зависть, и ревность. Но вот у нас как раз выпадает и где-то там на заднем плане какие-то такие темные, может быть, делишки или какие-то страхи. Здесь может быть, что вы сами боитесь открытия чего-то, какой-то своей тайны. Сейчас пришло мне в голову, да, это, а вы боитесь, что она проявится, эта тайна, не вовремя, или это тайная женщина, или еще что-нибудь, или мужчина, да, совсем-совсем не вовремя. Поэтому карты говорят, будьте осторожны. Вот четверка Пентаклей говорит, не растрачивайте свои ресурсы, придержите, они вам еще для чего-то понадобятся. Ресурсы может быть как ваши денежные, так ваши и ресурсы здоровья, времени, да, то есть здесь говорится, придержите слишком много, не транжирьте, да, такое слово смешное, оставайтесь приближенными ближе к опасности, я бы так сказала. Наилучший исход событий или страхи и опасения, ну, видите, здесь молчание, наилучший исход событий, если вы будете молчать, или какой-то другой человек будет молчать, вам это поможет. Здесь как бы иногда говорится, что молчание знак согласия, такое тоже может быть. Здесь нужно побыть одному, в лучшем случае вам нужно в самом деле побыть отдельно, если это король и королева, король жезлов и королева мечей пара, то вам нужно будет остудить свою голову, побыть отдельно, чтобы не наломать дров с восьмеркой жезлов, которая там присутствовала, да, это такой период, когда человек не очень активный, особенно когда он перестает следить в соцсетях, перестает следить за новостями, чтобы вам нужно успокоиться и собраться с мыслями, у вас есть много чего такого внутри, что требует пристального внимания, луна может привести к депрессии даже, луна может привести к страхам большим неосознанным страхам, что может повлиять на ваше здоровье также, поэтому здесь карта говорит, в лучшем случае радуйтесь, если у вас ничего не болит, если вы хорошо спите, это самое то, что вам здесь нужно, период отдыха, кто-то в отпуск, кто-то просто себе на диван, здесь говорится, что период отдыха нужен как для перезагрузки, потому что в скором времени с этим колесом фортуны на вас может навалиться очень большая нагрузка, поэтому вам нужно набраться сил, поэтому здесь только много четверок, смотрите, здесь не было четверки чаш, ну в общем все дела, дела и дела, эмоционально вы должны оставаться спокойным и ни на что никакие компроматы не реагировать, потому что здесь может быть какая-то тайная игра на заднем плане, смотрите, исход событий тройка жезлов, тройка жезлов это сотрудничество, это команда, то есть когда три человека что-то строят вместе, они понимают друг друга, ну в другой стандартной колоде это когда вы что-то натворили, сделали, придумали и ждете результаты, и они вот-вот придут эти результаты, да, у вас такая ситуация, но не забывайте, что не все от вас зависит, да, нужно где-то нужно промолчать, где-то нужно сказать, а очень осторожно нужно относиться к словам, к других людей, и насчет вас, то есть может быть бурно не реагировать, и самим также стараться не высказывать, даже может быть когда вы считаете себя правом, то есть оставаться холодным в голове и горячим в сердце, ну такие, какие вы есть, дорогие стрельцы, это был расклад для вас от меня, пишите на мой адрес попеса 8888 at gmail.com если вам нужна индивидуальная консультация, я прощаюсь с вами, пока, до новых встреч!